Кто-то сказал, что человек равно несчастлив в любой ситуации. Нынтик в достатке постоянно недоволен жизнью, вне зависимости от того, что на самом деле у него происходит. А оптимисты даже на зоне находят силы жить и строить планы на будущее, беря все возможное из настоящего или стремясь к этому. Не смейте вы, что это, произвол нельзя! Я провел несколько лет в местах не столь отдаленных и до сих пор не могу стать до конца свободным человеком. Несмотря на красивое вступительное слово, я не брал, да и сейчас наверняка не беру от жизни все, что мог бы. В школе был двоечником и прогульщиком, как и многие, асоциален, наркоман, надеюсь, выздоравливающий, а в прошлом наркокурьер. Что касается нас с вами, в первую очередь я Анон. Анон с ником Ацетон. Увы, я изрядно наследил в сети и отдаю себе полный отчет в том, что я не стопроцентный анонимус и при желании меня можно найти, но надеюсь, что в этом попросту не будет ни у кого нужды. Не знаю, будет ли это видео в моих публичных профилях, или этот влог останется поделкой для пары землекопов-ценителей. Я начал делать этот ролик с одной важной идеей. Донести до каждого себе подобного фрика в скрытых сетях, что у него есть будущее. Почему фрика? Потому что, судя по себе, я уверен, что социально успешный человек навряд ли будет искать самоутверждение в том, что превращают его в сутулого толстого джабахада, чью речь окружающие понимают с каждым годом все хуже и хуже, из-за заумных терминов вроде модель U.S.I., оверлейная сеть, пир-ту-пир и прочее. Если эти слова ни о чем не говорят, всего скорее ты просто залетный зритель, нежели моя целевая аудитория, либо твой диагноз только начал формироваться. Нет смысла пересказывать несколько умных книг, которые я прочитал за жизнь, большинство из них прочитаны просто от безделья в тюрьме. Вместо этого поделюсь своей насущной позицией по некоторым вопросам и озвучу некоторые мысли, которые порой смакую в стремлении не превратиться в очередного конченого нарка, ругающего кого угодно за свои неудачи, кроме самого себя. И да, парень, если ты покуриваешь или поджираешь, мой тебе сердечный совет завязывай. Наркотики – это не инструмент для управления сознанием, а просто верная деградация, потеря здоровья и жизни. У подростков бывает популярна тема суицида и шутки про ускорение смерти через вредные привычки, но дебильный ты потрох, если так думаешь. Если хочешь смерти, не боялся бы с собакой стоматолога. Итак, я неудачливый, необразованный, криминальный элемент из провинции. С этим более-менее понятно. Помимо этого, я являюсь самопровозглашенным энтузиастом отказа устойчивых и скрытых сетей. Изучаю тему и по мере возможности выпускаю образовательные статьи, видео. Вот все в этом духе. Больше двух лет назад взялся за видео уроки по программированию, теперь все свободное время. Я тружусь фрилансером-программистом на C++ и продолжаю читать учебники. Кстати говоря, если надумаешь учить C++, пропускай C. Сейчас это разные независимые языки и 99% парадигмы языка C будет плохой практикой при программировании на современном C++. Расскажу о себе подробнее. Первый свой Linux я поставил в 8 или в 9 классе. Это была какая-то древняя Ubuntu. Боли было много, а профита в виде удобства или чего-то подобного почти что ноль. Но куда уж там, даже поисковый запрос скачать Linux ввел меня в ступор в то время, так как с Windows было все ясно, а Linux в интернете испокон веков 100 штук и непонятно вообще куда податься любопытному школьнику. Подсказать было некому, поэтому я действовал по наитию. Сейчас вспоминаю это время и ностальгия берет за душу. Я никому не мог ответить, что такое Linux и зачем они мне нужны, но я явно понимал, что хочу эти самые Linux себе на компоксе. Игры, правда, на этом деле в то время шли особо болезненно, поэтому я регулярно запускал Windows, чтобы поиграть в стрелявки. Я абсолютно не смыслил в языках программирования, их количестве и различиях, не являлся системным администратором, но мне очень хотелось занагнуть в таинственный мир великих хацкеров. Поэтому я настойчиво читал. Но, увы, не книги, а новостные и мемные паблики во ВКонтакте по IT-теме. Человек в сути своей внушаемое существо, и через пару месяцев я уже норовил зачесывать хакерские тарантеллы своим малочисленным товарищам и начал мнить себя одним из тех, о ком рассказывал. В общем, стал позером. По факту не умея ничего, кроме установки винды и некоторого подобного и Никея. И с того периода жизни я припоминаю новости про европейские законопроекты о цифровых правах, вернее о правах на интеллектуальную собственность. Резонанс в сети был большой. Кажется, тема называлась «Сопа-Пипа». Я не вникал, кто и каким образом хочет что-то блокировать, просто сопричастность к какому-то сообществу Робин Гудов мне импонировала, поэтому я публично негодовал вместе с ними в социальных сетях. Анонны расчехляли лоик, кого-то все время дудосили, но времена менялись, и из ВКонтакте начала пропадать пиратская музыка, да и вообще это началось повсеместно. 3G-модемы плавно начали работать стабильнее, появилось и 4G. Телефоны с оперы мини сменились айфонами и андроидами, попутно точечные блокировки сайтов и пабликов в социальных сетях переросли в обыденную повсеместную практику. Блокировки бесят почти всех, но не из-за каких-то внятных убеждений, а просто потому, что у человека отнимают то, к чему он привык. Отними сигарету, курильщик или порнографию подростка, суть та же. Скоро, будучи учеником шараги, она же колледж, я начал задумываться, что забаненный веб-ресурс объективно может быть вовсе не столь опасным, как мне пытаются внушить, а во ВКонтакте паблик с мемами попадает в бан по самому дебильному произволу. И вот тут встает вопрос, кто решает, что хорошо, что вредно? Кто и в чьих интересах блокирует доступ к сайтам? Об этом я начал задумываться, но последовательности в моих настроениях было маловато. Поэтому протест был обывательский, несформулированный, размытый и даже инфантильный. Далеко в мораль я не ушел. Мое первое подробное знакомство с торбраузером случилось, когда я начал покупать закладки. Все это казалось дико безопасным и по-хатскерски трушным, а наркотики вообще манной небесной. Там же я впервые узнал о криптовалюте. За биткоин на рампе предшественницы Гидры, может быть, олдфаги помнят, предлагалось покупать все и вся. Сейчас это привычно, но после киви-кошельков крипта была чем-то невероятно новым. Немного погодя, я решил не быть лохом и поднять легких денег на распространение наркотиков на той же площадке. А еще совсем немного спустя угрелся на конящие для обывателя годы по народной 228 статье. Лишение свободы – это тонны времени для переосмысления прожитых дней и самого себя. Но исправляться приходится не благодаря бесчеловечной системе, обопреки ей. Если достаточно ума и есть человек с добрым советом, позитивные изменения в башке очень вероятны. Через несколько лет от ситки я дошел до феноменальной для себя мысли. Я сам и исключительно единолично являюсь виновником своих проблем. Немного поясню. Окружение и обстоятельства способствуют как успехам, так и неудачам, но в конечном счете все зависит от моего решения в каждом конкретном вопросе. Фокусироваться надо на том, что можно изменить. Например, в насилии со стороны третьих лиц не виновата вселенная, бракованное воспитание и даже сами обидчики. А только терпила, который вместо попыток адекватно проанализировать причины и следствия ищет оправдание своей беспомощности. Возможно, делает это неосознанно, но в этом его ошибка. Сурово, но прагматично. Будь смелым, сильным и бери ответственность. Например, я абсолютно никого не виню в своем аресте и годах, проведенных в местах лишения свободы. Я даже не политический заключенный, чтобы кичиться своей судимостью и иметь моральное право жаловаться на правящий режим. Я самый обычный наркокурьер. И нарк. Плакать тут не о чем. Но если хочется улучшить качество жизни, нужно шевелить мозгами и поднять ленивую жопу. В моем случае вполне вероятно, что я открыл в себе любовь к учебе только из-за удручающей тюремной жизни. А новые знания стали живительной энергией. Образ хакера в общественном сознании сформирован красочными фильмами и прочими генераторами стереотипов. Хакер это круто, хакер это взлом, вот зеленые экраны, черный фон, матрица, нео, мистер робот и все прочее. Приобретая знания, я волей-неволей эпизодически ассоциировал себя то ли с асоциальным элементом и асоциальным занятием, либо вообще с криминальным каким-то направлением. Потому что не покидало ощущение, что учиться тому, что я изучал, это вообще занятие криминальное. Потому что культурный гражданин должен получить среднее обычное образование и на заводе за тридцаточку работать. Ко мне в руки попадали материалы по сетевым технологиям, параллельно ябился тему криптографии, чтобы хоть как-то умозрительно понять, почему я доверяю, оперируя термином сквозное шифрование. В этом деле мне сильно помогало структурировать свои знания в виде статей и видео. Скорее всего, именно поэтому я стал своего рода блогером. У людей могут быть разные мнения, в том числе не согласные с другими, но главное, это мнение есть и человек живет, пока может мыслить и говорить. Но в какой-то момент стало быденностью, что за любые неаккуратно написанные слова в интернете можно влипнуть в неприятную историю из категории 1984 Джорджа Оруэлла. Государство категорически отказалось принимать критику. Интернет перестал быть местом свободных дискуссий и все больше и больше стремится к форме очередной ипостаси госпропаганды, где думать и говорить можно только в одном небезызвестном духоскрепном ключе ора-патриотизма. В вопросах скрытых сетей и сокрытия информации, анонимизации и прочего схожего по теме будто бы нет места по разному любопытству. Во всем усматривается преступный умысел. Ведь обывателю известно, что законопослушному человеку нечего скрывать. Мысль о том, что мои личные истории, сокровенные и интимные подробности жизни могут попасть в третьи руки, мне крайне не симпатично. И дело не в том, что я преступник или отбывающий наказание или уже в его отбывший. Посягательства на свою приватность я вижу даже в контекстной рекламе, которой всячески стараюсь противодействовать. Уверен, уюта от глобального наблюдателя ни у кого не прибавляется, если об этом задуматься. В социальных сетях дрессируем самуцензуру, храним чувствительную информацию в незашифрованном виде на чужих носителях, предоставляя на себя полное резюме черт знает кому и так далее. Скомканно, но весьма логично рассуждение подходит к тоталитарному характеру не только правительства, но и корпораций, которые держат меня в плену своих проприетарных нежных щупальц. Пожалуй, отсюда у меня зародилась устойчивая симпатия не только к цензуроустойчивым способам передачи информации вроде банальных VPN, но и к свободным технологиям хостинга, то есть хранения этой самой информации. Криминальны ли эти увлечения? В конечном счете, я с уверенностью ответил себе, что нет. Преступно манипулировать людьми и затыкать обществу рот, а уметь обходить цензуру и трекинг не то, чтобы преступление, а ценнейший навык в наступающую эпоху повсеместной компьютеризации, потому что то, что сегодня мы видим и то, на что жалуемся, это лишь цветочки того, что будет через 5 и 10 лет. Централизованными социальными сетями было покончено, а на смену позерству пришел реальный интерес практического исследования отказоустойчивых сетевых решений и свободного программного обеспечения. Как-то незаметно для себя самого я завел первый публичный сервис на виртуальном сервере за 10-15 рублей в сутки, а потом еще парочку, а потом начал пробовать себя в программировании и вообще понеслось. До сих пор я считаю себя новичком в теме и рад узнавать что-то новое, шлифую уже имеющиеся навыки, поэтому новые знакомства и беседы по теме вообще это мое любимое занятие в свободное время, пожалуй. Open Source, то есть свободные программные технологии для меня это больше чем хобби, пожалуй, это мое кредо. А свободные сообщества, где администраторы используемых мной сервисов не дуровы, а простые парни вроде меня или вовсе я сам, это не про мемы или что-то позерское, это скорее про братство. ощущение коллективности, где одни обычные люди делают сервисы для других обычных людей и в этой цепочке нету посредников узурпирующих и монополизирующих власть над ресурсом, над информацией, над политикой конфиденциальности и прочее в этом духе. И дело не в субкультуре для гиков, а в осознании своего вклада в свободную мысль человечества уже сегодня. А нужда в технологиях будет только возрастать, а компетентных людей, к сожалению, будет все меньше. По крайней мере я так это вижу. Все, что у нас есть на самом деле, это время и способности к мышлению и созиданию. Вместо очередного доната в игрушку купи себе учебник для чайников по любимому направлению, дочитай его до конца и не ищи оправданий своим слабостям. Прекрати быть позером, дай себе честный ответ в том, кто ты, чем ты занимаешься и к чему стремишься. А там глядишь, жизнь начнет меняться в лучшую сторону. По крайней мере станет интересней. На этом все, расход. Обнял, приподнял, заходи в чатик, поболтаем. Если есть возможность, закинь мне пару криптокопеек на жизнь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok